И сегодня же в театре прошел первый спектакль в рамках особенного фестиваля. Спектакль «Сияющая в ночи» создан по мотивам древней японской сказки, специально для людей с ограниченными возможностями. Это красивая история о необычной крошечной девочке с луны, которая пришла на Землю, чтобы изменить свою судьбу. Постановка пропитана атмосферой покоя и умиротворения. Она длится 70 минут и за все время ни одного слова. А волшебные звуки глюкофонов завораживают зрителей и оказывают почти гипнотическое действие. И я думаю, что если участники фестиваля смогут включиться в нашу сказку, в нашу атмосферу, в то, что заложено в этот спектакль художником, режиссером, музыкой, то они получат не только удовольствие, но и какие-то силы и новые, может быть, пути своей жизни. Спектакль привезли к нам из города Курган в рамках третьего международного фестиваля. Одинаковыми быть нам не обязательно. Режиссер-постановщик Юэй Тини Симура взял за основу японскую сказку «Принцесса Кагуя». А Курганские актеры постарались передать всю поэтику и философию страны восходящего солнца. Делал спектакль японский режиссер Юэй Тини Симура. Сценография и куклы – это японский художник Кадзунори Ватанабе. И, кроме всего прочего, художник не только придумал оформление, он еще сам своими собственными руками сделал куклу и маски для этого спектакля. Кукла – механика отличная от наших традиционных кукол, поэтому учить актрису работать с этой японской куклой тоже приезжала японская актриса Мияко Куратани. Особенность постановки в том, что она адаптирована для людей с проблемами слуха. Кроме «Сияющей в ночи» в рамках фестиваля в театре кукол, покажут также вне конкурсные спектакли, специально поставленные для особенных людей. На нашем фестивале пока еще не было именно японского мотива, и поэтому я считаю, что данная постановка будет интересна всем, не только участникам фестиваля, но и зрителям. Это встреча друзей, встреча тех людей, которые творят именно для особенного зрителя, для особенных детей. Екатерина Степанова, Андрей Шоклев, Республика.